Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDob. Продолжаем мы играть в игру Осада Волона. В конце прошлого видео мы перешли вот на эту зимнюю локацию. Сейчас будем мы её исследовать. Тут убили кучу-кучу волков. 42 поинта очков уже накопилось. Вот данная локация вроде бы уже не маленькая. Сейчас будем её исследовать. Какой-то домик. Кто в домике живёт? Глаус какой-то или как там? Добро пожаловать в скромную обитель Глаукусом, отважный путник. Твоя нужда должна быть велика. Те, кто ищет мудрости Мюера, недостаточно настойчиво, обычно отпугивает великана, что охраняет проход его в Фростхельм. Говоря по правде, ты первый мой гость за очень долгое время. Нелегко странствовать между мирами. Я Морган, и мне нужен совет Мюера, чтобы помочь своему народу в Великой Войне. Расскажи мне подробнее о своей нужде, юный Морган. Если твоя цель достойна, я помогу тебе. На нас напали толпище жестоких варваров, шаахулов, жаждущих уничтожить наш народ. Воины наши бьются отважно, но силы слишком неравны, и мы вынуждены отступать. И вот теперь шаахулы начали атаку с нового направления. Их колдуны нашли способ влиять на души наших людей. Я надеюсь, что Мюер посоветует мне, как защититься от этого. Но Энея, хранительница небес, не позволила бы этого. Она охраняет мир под небесе от подобных злодеяний, сколько я себя помню. Ты должен был встретиться с нею у ее храма, подороги сюда. Короче, там был такой огонь, и в центре огня кого-то держали. Наверное, это и есть Энея. Они Энею удерживают и могут в поднебесте делать, что хотят. Я видел женщину, которую с новицей пленили неким заклинанием. Боюсь, что это она. Это известие куда хуже, чем ты можешь представить. Шаахулы осмелились играть с иеравновесием сил, о котором не имеют ни малейшего понятия. Трудно поверить, что им удалось пленить ее. Но если это правда, тебе следует пойти к Мюеру немедленно. Он должен знать, как освободить Энею, а без этого тебе не осилить врагов твоего народа. К сожалению, я не могу покинуть этот мир, иначе я присоединился бы к тебе. Но я могу научить тебя некоторым полезным вещам, которые, надеюсь, окажутся неприятным сюрпризом для твоих врагов. Ну, что же это за сюрпризы? А, мы можем вообще у него что-то пока покачать. Так, восприятие плюс 3, кредитность Т, вместе с инс плюс 5, трясочков? Нифига себе трясочков. Учерк, дорого. Ладно, качаем. Ой, ой. Что это? Что это? Что-то я не понял. Что-то это фигня. Меня окружили какие-то скелеты. Я не могу выйти. Их типа убить нужно или что? Какая-то дичь непонятная. Ничего не понял. Что-то бил, 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 бил. Убить невозможно. Где это мои умения? Прокачал эту фигню? А, наверное, чтобы прокачать, нужно... Не, у меня очки отнялись. Наверное, прокачал. У меня, наверное, не хватает этого. Пойнтов не хватает. Так, здесь ничего не поменялось. Ладно, что еще у него есть? Где мне искать мю-ира? Вход в пещеру мю-ира находится в западном конце этой долины. Он действительно способен ответить практически на любой твой вопрос. Но дорога к обретению мудрости никогда не была легкой. И тебе придется преодолеть многие опасности, которые могут оказаться смертельными. Спасибо за предупреждение. Можно задать тебе еще несколько вопросов. Что тебе известно о Нагах? Как-то не особо интересно. Что ты знаешь о Хранительнице Небес? Давайте почитаем. Хранительница Небес стоит на страже мира поднебесей не считанные века. И нет этой стражи важнее. Ведь не зря поднебесе называют средоточением миров. Я даже представить не могу, сколько сил потребовалось для того, чтобы пленить ее. Вот потому мне очень трудно поверить в то, что на это оказались способные простые смертные. Им потребовалось укоротить и направить в нужную сторону огромный поток энергии. Можно задать еще несколько вопросов. Так, можно еще что-то поспрашивать. Не появлялись ли в этом мире шаахулы или наги? О шаахулах я впервые услышал от тебя. А вот и нага у меня случалось встречать в своих межмировых странствиях. Враг это очень древняя раса, некогда обладавшая огромным могуществом. Думаю, союз с шаахулами это очередная их попытка вернуть былую славу. Знай, что это страшный враг, готовый нанести удары при любой возможности. Еще можно что-нибудь спросить? Наверное, уже хватит. Можно там что-то пообучаться, чего-нибудь. Но у меня не хватает очков для обучения, поэтому мы отсюда вас сваливаем. Пойдем ту пещеру искать. Какой-то сундук. Тра-та-та, тра-та-та. Мы его очистим. Заберем. Щит-кольцо. Щит мы отдадим вот этому чуваку. Потому что у него щит плохой. А теперь у него щит хороший. Все, зашибись. Бежим дальше. О, какая-то еще книжка. Не знаю, нужна, не нужна. Забираем. Этот том значительно усиляет заклинание мороз. Заклинание мороз. Я не знаю, я его использую или не использую. Мороз. Блин, у него есть 50-63. Нифига себе. А ну, иди сюда. Сейчас тебе эту книжку дам. На, книженцию. Так. Резисты. Корню сниму. Там был урон, что 50-60. А с этой книжкой уже... Вау. 32-126. Офигенно усиляет. Просто бомбезно усиляет. Что еще здесь есть? Еще какие-то книжки? Или все? Ладненько. Короче, нужно в какую-то пещеру бежать. Как я понял, в конце этой локации есть пещера. А, тут волки бегают. Так. Какие-то йетти. Так. Я думаю, у них тоже шмоток никаких не будет. Они ж, по идее, животные. Ну да, йетти голые, как и волки. Понятно. Понятно. Бежим дальше. Главное, что нам очки и прокачки дают. Это самое главное. Ох, опять стая волков. Что-то их... Блин. Отойди. Отойди. Чуть не убили. Блин, йетти прибежала. Так, все здесь? Нет, не все здесь. Или все? Кого-то не хватает. Бегай туда-сюда. Ты сражаться должен, а не бегай туда-сюда. Ну, еле перебил. Теперь нужно лечить. Только у меня лечение такое... Мягко говоря, ни о чем. Ну, мало лечит оно. Все, дальше. Да, бежим дальше. Сейчас подкачаемся. Потом, наверное, еще к этому мужику в дом вернемся. Я думаю, он нам даст еще. О, волки едят йетти. Великолепно. Это прикольно. Йети прибежали. Сейчас у нас кто-то сдохнет. Плохо, когда я беру другого героя, чтобы бегать. Мой основной герой стоит без дела. Ничего не делает. Так, один мах, как обычно, где-то потерялся. Зачем столько много йетти привел? Так, только не умирайте никто. Плес, плес, не умирайте. Все, все живы, все здоровы. Давайте лечиться. Капец, сколько я перебил их. Сейчас, наверное, одного мага поставлю на... Блин, такое у него книжка на фаербол стоит. Нет, хай, короче, атакует фаерболом. Так, лечение у тебя есть? А, у тебя даже лечения нету. А, есть лечение, извиняюсь. Ого, как он лечит. Ого! Вот это лечение, я понимаю. Почти фулл хп за один раз. Но его на лечение поставить... Хай лечит. Сколько там уже очков? 32. Сейчас еще подкачаем. Блин, эти ети пытаются магов гонять. Почему-то. Ой, не тот скилл. Я чуть своего этого не убил. Напарника. Ха-ха-ха. Так, кого-то бьют. Еще ети бежит. Нормально. Еще ети. Как? Там какой-то имбовый ети или что? Или здесь холодно? Да е-мое, крутый скилл! Я думал, у него лечение стоит. Взял, убил сам себя. Красава. Так, нормально, да? Униз пойти можно? Можно, но здесь тупик. Тайников ничего такого нет. 47 поинтов. Может сейчас в дом сбегать? У него должно быть что-то прокачивать. Ага, вот пещера. Сейчас по-быстрому безбегаю в дом. Возможно, там что-то прокачаю. Я здесь уже всех убил. 41 поинт. Мах энергия 45. Нагрузка минус 5. У меня нагрузка 43. Если я прокачаю... На какое-то испытание прийти, я понял. Мне, типа, нужно зайти в пещеру. Там кого-то победить. И вот, вроде бы, в прошлый раз я миссию провалил. И то, что я качал, я не получил. Только сколько их нужно убивать, я... Не знаю. Как-то он так медленно... Мечом машет. Какое-то замедление. Просто впервые такие испытания дают мне. Я до этого испытания провалил. И то, что я качал, оно не прокачалось. Победить. Я их побеждаю. Файер-болл, файер-болл, файер-болл. А, у меня не мама уже. Ой. Что делать? Не знаю. Жалко терять 95 на русский. А-а-а. Смотрите, прокачалось. Все же я их убил и... Да, нагрузка упала. Теперь можно еще более крутые шмотки одевать, более тяжелые. Я буду еще более имбовый. Ура. Все. Теперь бежим в пещеру. Заходим. Тут, наверное, нам ни с кем биться не придется. А, не придется. Вечно магов гоняют. Маги биться особо и не хотят. А их гоняют туда-сюда. О. Я думал, это паука, это дракончик. Кого? Ага. А, вот еще стоит какой-то Йети. Ледяной голем. Их вообще не видно. Эти големы сливаются... Не, когда движутся, видно. Когда они без дела стоят, их не видно. Все, стоять. Берем тебя, берем... Где-то лечение. Ё-моё. Вот, исцеление. Лёх, как он классно лечит. Я офигею. Так, бежим. Бежим. Берем Гламова. И бежим дальше. Големы. Ну, големы пустые. Ничего на них нету. Вот еще вот это призрак какой-то. 38 поинтов. За их столько поинтов, да идущий капец. А вот наших воинов начинает все сильнее и сильнее пробивать. Я как бы качаюсь со временем, а вот наши воины, они не качаются. Ихняя сила особо не увеличивается со временем. Это я вот, чем больше играю, тем все сильнее и сильнее. Нет, нет, нет. Блин, убери. Попробую поставить нашего крутого мага на защиту. Возможно, он будет лечить. От кого я урон получаю. У него хп отнимается. Почему? Возможно, ему здесь холодно. Ему здесь не нравится. Тогда ему можно и книжку снять на... А ладно, хай стоит книжка. Все равно потом его обратно на атаку поставлю. Ой, ты куда побежал? Нет, 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 нет. Нет, толпой бежим. Начинает скиллы кастовать, значит, где-то рядом какая-то цель. Ну, полечи ты, ё-моё. Чё он не лечит? Ты, дядька. Я тебя поставил, чтобы ты занимался лечением. А чем ты занимаешься, я не понимаю. Вот еще два голема. Три голема. Четыре голема. Пять големов. В режиме помощи у него мана заканчивается мгновенно. Поэтому лучше его поставлю в нападение. Атакующие скиллы, наверное, меньше МП тянут. Так, давай, полечи. Хоть сам себя полечи. Что-то ты страдаешь сильно. У меня уже 56 поинтов. Теперь ты начинаешь страдать сильно. У них вроде бы ХП отнимается. Возможно, здесь холодно. Они замерзают. И поэтому у них ХП отнимается. Может, мне нужно этот меч поставить? Это же меч против духов. Оооо, совсем другое дело. А че я страдаю с тем мечом голимым? Галимым мечом. Тем мечом нужно ашахулов бить. А всех остальных можно обычным мечом бить. Вот, раз-два и готово. О, еще один летает. Зашибись. Теперь у меня ХП мало. Прикольно то, что убьешь противника. Только неприкольно то, что у них, если их ничего не падает. Так как-то неинтересно. Лечим, лечим, лечим. Нету МП. Все, полечили. Успокойся. Все, тихо, тихо. Разогнался. Малый поэкономим. Ооо, вот это дерево. Вот с ним нужно поговорить. Сейчас там сверху поубиваем всех. Потом вернемся к дереву. Потрындеть. Ого. Лечение идет? Идет. Только медленно. Но в целом неплохо. Мы тут и только пару раз сдохли и все. Как? Как он сдох? Не понимаю. Вот этого я начал бить и почему-то я сдох. Все. Все, 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 все дохлые. У меня все живые. Тут моментами почему-то хп отнимается. Непонятно почему. Вроде бы все. Всю карту пробежал. Идем к дереву. Идем к дереву. Мы его долго искали. Это примерно два видео мы его искали. Добро пожаловать в взыскующий мир. Приветствую тебя. Всем созданием доброй воли, уважающим знания, найдется место под моими ветвями. Ты прошел испытания, держал победу над теми, кто пытался остановить тебя по дороге сюда. И тем заслужил право получить ответы на любой твой вопрос. Скажи мне, что подвергло тебя пуститься в это опасное странствие. Какие вопросы тревожили твой разум и сердце на этом нелегком пути? И разгадку, каких тайн ты ждешь от Мюрера. Я пришел искать твоего мудрого совета о том, как уберечь свой народ от врага, что атакует нас из мира поднебесия. Смысл моего бытия в том, чтобы хранить знания и разделять его со взыскающими истину во всех мирах. Спрашивай, Морган. Знаешь ли ты, как освободить из заточения хранительницу небес? Я почувствовал, что она попала в заточение. И ожидал героя, готового спасти ее. Такого, как ты. Задача эта нелегкая, но она тебе по плечу. Прежде всего знай, что сразу освободить ее не удастся. Сначала необходимо устранить источник, удерживающий ее силы. Сила эта исходит из иного мира. Инфернуса. Мира огня. Я находил там столпы с этим Инфернусом. Знаю, куда идти. Ты должен отправиться туда и уничтожить колдунов-шаахулов, которые направляют оттуда энергию своим собратьям в мир поднебесия. Что я должен сделать, чтобы перейти через портал в Инфернус? Я дам тебе талисман, способный пронзить завесу между мирами и привести тебя в Инфернус. Ветви раздвигаются и в твои руки падает медальон. Медальон пламени будет активировать портал каждый раз, когда тебе необходимо будет через него пройти. Прими же его с моими наилучшими пожеланиями. Могу ли я спросить тебя о другом, старейший? Что следует опасаться в огненном мире Инфернуса? Инфернус. Один из самых негасиприимных миров. Его выжженные земли лишены разумной жизни. Встречаются там лишь кровожадные чудовища. Жар от вездесущего пламени столь велик, что только могучие заклинания могут уберечь пришельцев от ужасной смерти. Возможно, мне придется кастовать на себя защиту от огня. Или кольца от огня использовать. Могу ли я еще что-нибудь спросить? А где находится портал? Ну, в принципе, я знаю, где портал находится, поэтому можно уходить. Ой, а как далеко обратно бежать? Ё-моё! А более близкого пути нету, ребята. Кстати. А, вот, дали такой талисман. Короче, эти талисманы будут открывать разные порталы. Понятно. Слишком много пихотни, ребята. Можно было бы здесь какой-то портал открыть, и я бы появился в Поднебесной. Было бы логично, было бы проще для меня. Но, увы, нет. Нужно пешком бежать. Э, сколько у меня поинтов? 99! Ё-моё! Ё-моё! А я все прокачал в того мужика? Или не все? Сейчас еще раз к нему зайдем. Вот только что был звук, как будто кто-то урон получил. Почему такой звук издается? И почему у него хп отнялось? Наверное, ему холодно. У него нету защиты от холода. Как твои дела, Морган? Мюрер направил меня в Инфернус. Там шахулы творят колдовской обряд, дающие силу заклинанию, чтобы удерживать хранительницу небес. Инфернус? О, этот мир таит великие силы и ничуть не меньшие опасности. Берегись его пламени, ибо оно способно поглотить тебя без остатка. Лучшего источника колдовской энергии твои враги не могли отыскать. Приготовься к битве с ужасными чудовищами, если путь твой лежит в мир Инфернуса. Спасибо за предупреждение, Глаукус. Можно задать тебе еще несколько вопросов? Нет, вопросы мне не нужны. Мне нужно это. Обучение. Ты что-то обучаешь или нет? Исцеление всех. Ничего себе. Я исцеление всех прокачал? Исцеление всех. Вот это исцеление. 3 хп на все пати. Да вы что? Все, у меня мп нету. Два раза кастадол, у меня все мп нету. Вот это лечение. Прям бишь, бишь ходячий. Все мп тратишь и себе регенишь 6 хп. У них там по 150 хп, а ты им регенишь 6 хп. Ну да, я понимаю, я не мах, у меня как бы силой колдовства нету, поэтому вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...